После возвращения Крыма в Россию курорты полуострова набирают обороты. Интерес к нему туристов все больше растет и все чаще говорят о том, что вскоре они составят конкуренцию Азово-Черноморскому побережью Кубани. Но власти регионов открыто заявляют, Краснодарский край и Крым соревноваться не собираются и не должны. Более того, Кубань готова делиться своими эффективными решениями и помогать соседям в развитии. На Ялтинском форуме руководители регионов подписывают соглашение о сотрудничестве. Но для обоих сторон это просто документальное закрепление многолетней дружбы. Должны подготовить и создать совместную стратегию развития и Краснодарского края и республики Крым. И дальше по шагу уже двигаться к тому, чтобы благополучие и процветание наших регионов было еще лучше. И больше мы смогли сделать для того, чтобы завтрашний день был более уверенно и успешно нами встречен. Взаимодействие осуществляется с первого дня возвращения нашей республики на историческую органу. Краснодарский край, наши друзья, соседи. Первая помощь тоже пришла у нас к Краснодарскому краю. Перспектив взаимодействия достаточно. В первую очередь они, конечно, связаны с развитием курортного кластера. Но точек соприкосновения гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Строительные материалы могут поставляться на проекты в республике Крым, проекты в области сельского хозяйства. Мы видим, что сейчас активно развивается эта фаза функциональных проектов в области сельского хозяйства. Здесь наши аграрии могут получить новые возможности. Сегодня мы ищем новые дополнительные точки роста. Совместно Кубань и Крым могут решать и вопросы импортозамещения. Оба региона сегодня славятся своим виноделием. Одно из предложений Вениамина Кондратьева – разбивать совместные виноградники и создавать питомники. Винный кластер, который сегодня может быть брендом и сегодня уже является брендом и Краснодарского края, и Крыма. И, конечно, мы хотим развивать. И сегодня надо понимать, что на рынке российском присутствует, конечно, вино из других стран мира. Но мы сможем, мы способны и Краснодарский край, и Крым максимально заполнить российский рынок нашим отечественным вином высочайшего качества. Кубань для Крыма сегодня как игольное ушко, через которое строится экономика полуострова. По нашим дорогам везут товары со всей России. Много поставок из самого Краснодарского края. Крым нуждается в продукции Краснодарского края, которая производится на территории Краснодарского края. И действительно, у вас очень много процессов, которым нам можно поучиться, перенять положительные практики. В свою очередь, мы готовы оказать методическое содействие по любому направлению. С начала этого года на полуостров с территории края всеми видами транспорта было перевезено более 600 тысяч человек. А по итогам 2016-го только паромная переправа через Керченский пролив обслужила 6 миллионов пассажиров. В скором будущем добраться в Крым станет возможно чуть ли не из каждого морского города края. А это еще одна перспектива экономического взаимодействия. Ведется проработка транспортного пассажирского сообщения между городами по Черноморскому побережью, такими как Сочи, Туапсе, Новороссийск, Геленджик, Анапа и, соответственно, связать их с Крымом. Для этого на сегодняшний день уже есть предложения по судам на подводных реле, совершенно новые, быстроходные. Планируется организация и начало этих регулярных пассажирских сообщений в конце, во второй половине 2018-го, либо первой половине 2019-го года. Между Кубанией и Крымом много лет самых разных взаимоотношений. Сегодня структура экономики регионов во многом схожа. А значит, совместными усилиями станет возможно сделать ведущей отрасли еще сильнее. Мария Крошный, Денис Перец, Кубань, 24, Крым.